Она, пожалуй, самый взыскательный покупатель Нефтекамска. Угодить ее вкусу могут лишь несколько торговых точек в городе. Лия Гореева – вегетарианка, и это заставляет ее жить по определенным правилам и канонам – внимательно изучать состав продукта и обходить стороной витрины с мясными нарезками. Если, конечно, сравнивать с магазинами в Москве или в Петербурге, то у нас нет пшеничной колбасы, гречневой колбасы, там нет соевых йогуртов. Но это не так важно, мне кажется, несложно сделать выборов в пользу своей совести. Скажи, а как давно ты от мяса вообще отказалась? Ну, от мяса, то есть стала вегетарианкой, мне было 16 лет, то есть это 5 лет назад. Ну и прошло 2 года с тех пор, как я отказалась вообще от продуктов животного происхождения. То есть исключила молоко, яйцо и яичный порошок, ну и вообще все вытекающие последствия. А вообще, скажи, дорого питаться вот вегетарианцу? Ну, на самом деле, я бы не сказала. Вот сыроедение, возможно, дорого, а вегетарианства нет. Потому что, ну, во-первых, от желания зависит. Во-вторых, если правильно питаться и не тратить большое количество денег на продукты, поддерживать себя, заниматься спортом, вставать рано и не есть на ночь, то недостаточно немного. Даже, можно сказать, ну, трех тысяч рублей точно хватит в месяц. Сейчас она уже спокойно относится к своему выбору и, набрав необходимые продукты, отправляется домой. Однако несколько лет назад за вегетарианство эта девушка готова была биться руками и ногами, участвовала в различных акциях в защиту животных и в буквальном смысле осаждала заезжие цирки с призывами освободить животных из клеток. Сегодня она действует куда спокойнее. Проводят специальные кинопоказы, на которых демонстрируют фильмы в пользу вегетарианства. В общем, формируют нефтекамские ряды защитников животных и здорового образа жизни. Многие вот вегетарианцы или веганы, они поградятся этим, что вот они веганы, что они не употребляют. Ну, не знаю, может, это на первых порах только. Ну, у многих людей такого бывает. Вот. На самом деле, тем, что вот я отказываюсь, и еще там 2%, или сколько, ну, может, 8% россиян отказываются от продукта животного прохождения, они не спасают ни одну корову, потому что это все равно идет, она идет на бойне. Вот. Мне кажется, просто это выбор в пользу осознанности, что ли. Лея гордится результатом вегетарианцев в нашем городе. Если раньше в 2005 году ее сторонников было всего 5, то сегодня уже 15. По сравнению с общей численностью нефтекамска цифра ничтожно мала. Но и это победа констатирует наша героиня. У нас с родителями разные холодильники. Вот этим холодильником пользуются мои родители. У меня здесь отдельный, можно сказать, мотодельник – это кладезь витаминов, собственно. Вот. Здесь находятся перец, волнушки, ну, здесь зелень замороженная, ягоды, брокколи, клубника. Даже клубника у тебя нет? Вот. Ну, вот здесь вот это вообще все, это грибы. А твои родные и близкие как относятся к тому, что ты перешла на здоровую пищу? Ну, я вообще считаю, что мне повезло с родителями, потому что, когда это было, они отнеслись сначала, ну, с неким, не то что непониманием, а удивлением, а потом уже, в принципе, нормально. И даже порой у меня мама об этом подумывает, что не так часто употребляет продукты животного происхождения. Ты говоришь, что парень, он тебя поддерживает в том, что ты пидаешься здоровой пищей, то есть вегетарианской пищей? Ну, да, конечно, так же. Они употребляют продукты животного происхождения, ну, и достаточно продолжительное. А сложно было найти молодого человека с такими же убеждениями? Ну, у меня это, конечно, дело в принципе. По признанию Лии, на домашней кухне она проводит не так много времени. Приготовление одного блюда занимает не более часа. К примеру, соевый шашлык, который она делала для нашей съемочной группы, отнял у нее всего полчаса. Покремендуется вообще сою употреблять не чаще, чем двух раз в неделю, на самом деле. Вот, и хотелось бы... Почему? Почему? Ну, там очень большое количество белка. Вот некоторые спортсмены, которые пытаются набрать массу, ну, спортсмены веганы или вегетарианцы, они едят ее каждый день. Вот. Я считаю, что мышцы больше становятся. Да, то есть наращивается не жир именно, а мясо. Вот. Ну, и также хотелось бы развенчать миф такой о том, что это не натуральный продукт, это ГМО. Многие люди, когда говорят это, они просто даже не знают, что такое соя. В их представлении это там, не знаю, какая-то туалетная бомба, которая иногда помешивает там мясо сушку. В самом деле это соевые бобы, очень здоровая пища. На 100 грамм белка приходится 19 грамм, на 100 грамм продуктов приходится, так, 19 грамм белка. Это много, да? Да, ну, на 100 грамм говядины приходится 16 грамм белка. Идея вегетарианства подчинена вся жизнь нашей героини, и дело касается не только еды. К примеру, в ее косметике нельзя найти ни одного крема или пудры тех фирм, которые проверяют свою продукцию на животных. А в гардеробе не то, что пальто с меховым воротником, даже шерстиных носок нет. Ну, в принципе, я особо не предвидетлива в одежде. Вот это я ношу осенью, да и сейчас вот даже хожу вот в этих ветровках. Вот, а когда у нас наступают, ну, так скажем, морозы, я ношу вот эту куртку. Она достаточно легкая, многие люди удивляются на улице, но я года два закаляюсь, и, в принципе, нормально. На самом деле, я думаю, что было бы прекраснее, если бы у нас вся молодежь проводила вечера в спортзалах, а не в подъездах, купивая пиво. Поэтому я лично хожу вообще на тренировки с удовольствием. Два года почти занималась, ну, силовые тренировки в основном. Потом я заметила, что у меня мышечная масса очень набирается, ну, как-то не совсем хорошо выглядит для девушки. Вот, и потом начала заниматься кикбоксингом. Ну, естественно, в спортзал хожу как бы, но делаю упражнения не на силу, а на выносливость. Я скажу сразу, что, во-первых, я скинула там, допустим, пару лишних килограммов. Во-вторых, я забыла, когда я болела в последний раз, ну, может, года полтора назад. Спортзал, здоровая еда и даже особая косметика. Кто-то скажет, что это просто веяние моды, и они неприменимы к жизни рядового гражданина. Однако, по наблюдению нашей съемочной группы, которая сопровождала Лию на протяжении одного дня, можно сделать вывод, что это все-таки не так. И выбор открыть для себя что-то новое или придерживаться традиций есть у каждого. Это не диета и не какая-то идеология. Я думаю, это минимум того, что каждый человек должен на самом деле сделать. Субтитры создавал DimaTorzok